Девушки отдыхают Кто-то может сказать, что это неправильно, как-то все на одного, но в нашей программе соревнуются умом и сообразительностью. Любой, кто сможет победить всех своих соперников, а их в классе 25 сможет выиграть суперприз. А сейчас компьютер определит того, кто встанет рядом со мной и будет играть в игру один против всех. Номер 15! Я вас поздравляю, спускайтесь ко мне, я вас жду на этом месте. Итак, против класса, в составе которого 25 человек, играет Дмитрий Тимофеев. Здравствуйте! Здравствуйте! Дима, расскажи, в каком классе ты учишься? Я учусь в шестом классе в школе номер 16-23. Отличие. Скажи, чем ты увлекаешься? В свободное время я люблю с друзьями делать фильмы. Делать фильмы? Ты их снимаешь там? Да, это примерно началось два года назад, когда к нам с друзьями пришла такая идея создать свой фильм. Ну и мы начали потихоньку учиться это делать. Ну и сейчас время от времени и для школы, и для себя мы делаем иногда. Это заслуживает аплодисменты. Я абсолютно уверена, что, наверное, ты мечтаешь выиграть в нашей программе. Ну, это, конечно, очень хочется, но я считаю, что у меня очень сильные соперники. Я думаю, они смогут ответить на большое количество вопросов. То есть ты можешь так сказать, что ты заранее сдаешься, или что ты не расстроишься, если выиграют твои соперники? Если они даже выиграют, то я буду очень рад, потому что они этого заслуживают. Даже нечего добавить. Но, тем не менее, все равно ты должен стремиться к победе. Готов? Да. И перед тем, как начать игру, я хочу напомнить правила. И всему классу тоже. Правила очень просты. Либо ты их, либо они тебя. И тебе, и игрокам задаются одни и те же вопросы. С каждым выбывшим игроком у тебя прибавляется количество баллов. Чем больше ты выбьешь игроков, тем больше ты заработаешь баллов. Ну, а если ты выбьешь всех игроков, ты получаешь супер-приз. Но! Есть одно но. Если ты ответишь неправильно, ты покидаешь игру, а игроки наши заработанные тобой баллы делят между собой. Все понятно? Да. Все понятно. Ты готов? Да. Класс готов? Да. Ну, тогда мы начинаем. Но перед тем, как появится первый вопрос, я хочу тебе напомнить, что ты не имеешь права покинуть игру, пока не ответишь на три первых вопроса. Все понятно? Да. Тогда мы начинаем игру «Один против всех». Стоимость первого вопроса – один балл. Как в стихотворении Корнея Чуковского зовут разбойника, который бегает по Африке и кушает детей? Вариант А – Бармаглот. Вариант Б – Бармалей. Вариант В – Дибигон. Почему класс вам так смешно? Вы знаете ответ на этот вопрос? Да. Да. Ну, тогда нажимайте на кнопки. Время пошло. Время стоп. Ответы приняты. Дима, твоя очередь. Ну, я даже не считаю, я уверена, что правильный ответ – Б – Бармалей. Нажимай. Итак, Дима выбрал вариант В – Бармалей. Ну, а сейчас мы узнаем правильный ответ. Действительно, это Бармалей. Я, конечно же, очень удивлюсь, если кто-то из класса не ответил на этот вопрос. Давайте посмотрим. Все справились с заданием. Дима, сейчас ты не заработал ни одного балла, но мы все остались при своих, и все в игре. Продолжайте в том же духе. И мы переходим ко второму вопросу стоимостью в один балл. Сколько времени длится основной период матча в хоккее на льду? Вариант А – 20 минут. Вариант Б – 30 минут. Вариант В – 45 минут. Класса у вас есть ровно 10 секунд, чтобы сделать свой выбор. Время пошло. Время прошло. Ответы-приветы. Дима, как у тебя с хоккейом? Хоккей мне вообще нравится как вид спорта, но я, к сожалению, не занимаюсь. Ну, 30 минут – это точно неправильный ответ. 45 минут – это идет один тайм в футболе, а 20 минут – идет один период в хоккее. Ну, какие познания? Дима, выбору вариант А – 20 минут. Я сейчас хочу проверить наш класс, но сначала мы узнаем правильный ответ. Конечно же, 20 минут. Поздравляю с ним. Спасибо. Ну, а сейчас мы узнаем, кто из класса не так знаком хорошо с хоккеем. Как вас много. Ничего себе. 16 человек ответили неправильно и связались на втором всего лишь вопросе. Я потрясен. Дима, ты заработал 16 баллов. И потерял большую половину соперника. У тебя действительно большой успех. Номер 18. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Джон. Джон, какой вариант ответа выбрали вы? Я выбрала ответ В – 45 минут. Почему? Ну, потому что я перепутала время матча хоккея с временем матча футбольного. Очень обидно, что вы перепутали, вы покидаете нашу игру. Номер 14. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вы девушка, конечно же, вам простительно не знать, но тем не менее. Какой вариант ответа дали вы? Б. Б. 30 минут. Почему? Ну, я не смотрю вообще хоккей. Не знаю. Дима, у тебя 16 баллов. Баллов немного, но просто потрясает оставшееся количество игроков в классе. Ну, раз уж столько выбыл на таком, ну, как мне кажется, простом вопросе. Те, кто остались, они, наверное, на другие вопросы тоже хорошо смогут ответить. И мы переходим к третьему вопросу стоимостью в 1 балл. Как в мультфильме «Катирок» называется чудо-остров, на котором жить легко и просто? Вариант А – Таити. Вариант В – Цейлон. Вариант В – Чунга-Чанка. Игроки, у вас есть ровно 10 секунд, чтобы сделать свой выбор. Время пошло. Время вышло. Ответы приняты. Дима, ты видел этот мультфильм? Немного уже не помню его, но точно знаю, что это вариант В – Чунга-Чанка. Я думаю, что первые два варианта, так как это настоящие места, их бы не стали брать в мультфильм. То есть ты считаешь, что очень часто в мультфильмах используются вымышленные какие-то места, острова? Не обязательно, но в этом да. Хорошо нажимай. Дима выбрал вариант В – Чунга-Чанка. Ну, а мы сейчас узнаем правильный ответ. Конечно же, Чунга-Чанка. Ты, наверное, помнишь, там еще есть такая очень смешная песенка, веселая. Интересно, а кто-нибудь из класса вспомнил эту песню и ответил правильно на этот вопрос? Все справились с заданием. Молодцы. Итак, у нас по-прежнему осталось 9 игроков в классе. И у тебя 16 баллов. И сейчас мы переходим к следующему, четвертому вопросу. И уже начиная с этого вопроса, ты можешь использовать подсказки. У тебя есть три подсказки. Ты можешь пропустить этот вопрос, если он для тебя сложен и не отвечать на него. Ты можешь воспользоваться мнением большинства, но ты уже автоматически принимаешь это мнение и не можешь его изменить. А также ты можешь выбрать мнение одного игрока. Ты можешь его выслушать, принять его точку зрения или не принять. Это твой выбор. Итак, четвертый вопрос. Стоимость 2 балла. В какое время года в рощах и лесах собирают березовый сок? Вариант А. Весной. Вариант Б. Летом. Вариант В. Осенью. Игроки, делайте свой выбор. Время пошло. Ответы приняты. Время пошло. Кима, что ты скажешь? Сложный вопрос для тебя? Ну, я считаю, что вопрос средней сложности. Но у меня тут есть два варианта. Я считаю, что это точно не осенью. Это или весной, или летом. Но я с неверностью возьму какую-то подсказку. Какую подсказку ты берешь? Давайте возьмем подсказку мнения одного. Мнение одного. Мы берем подсказку мнения одного. С кем ты хочешь пообщаться? Ну, давайте спросим игрока под счастливым номером 7. Счастливый номер 7. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Владислав. Владислав. Какой вариант ответа выбрал ты? Я выбрал вариант ответа А. Весной. Почему ты выбрал весной? Где-то слышу, что весной вроде бы собирают. Дима, ты можешь пообщаться с игроком? Ну, я думаю, что он уже дал мне информацию, которую он все знает. Опять же, сомнения между весной и летом у меня. Но вроде как должно быть весной. Вышимай на кнопку. Дима выбрал вариант номер А. Весной. Ну, сейчас мы узнаем, помогло ли тебе это число. Правильный ответ весной. Спасибо. Спасибо, да. Ты можешь пообщаться с игроком и сказать ему огромное спасибо. Спасибо большое. Ну, а сейчас мы узнаем, кто в отличие от номера 7 не знает ответ на этот вопрос. Два игрока не справились с заданием. Номер 20. Здравствуйте. Как вас зовут? Александр. Александр. Какой вариант ответа выбрали вы? Осенью. Осенью. Почему? Я нажала так, интуитивно. Ну, к сожалению, интуиция вас подвела. К сожалению, вы покидаете игру. Я с вами прощаюсь. Дима, ну, на этом вопросе ты заработал 4 балла. Итого у тебя становится 20 баллов. Ну, а сейчас мы переходим к следующему вопросу. Вопрос номер 5 стоимостью 3 балла. Внимание на экран. Музей каких фигур открыла в Лондоне мадам Тюссо? Вариант А. Восковых. Вариант Б. Гипсовых. Вариант В. Ледяных. Игроки, у вас есть ровно 10 секунд, чтобы сделать свой выбор. Время пошло. Ответы приняты. Спасибо. Дима, был ли ты в Лондоне? Когда 4 года назад моя мама и я, мы ездили в Лондон, и мы как раз заходили в этот музей мадам Тюссо. И как он называется? Это музей Восковых пекут. Вариант А. Восковых. Ну, а сейчас мы узнаем правильный ответ на этот вопрос. Конечно же, действительно, музей мадам Тюссо называется музей восковых фигур. Может быть, кто-то не знаком был в классе с этим фактом. И не был в Лондоне. Номер 24. Здравствуйте. Какой вариант ответа выбрали вы? Я выбрал ответ гипсовых фигур. Почему? Ну, потому что мне показалось, что восковых слишком будет просто для мадам Тюссо. Было бы интересно посмотреть на гипсовые фигуры. Конечно, вы рискнули, но, к сожалению, проиграли. Итак, Дима, у тебя сейчас 23 балла. Против тебя играют в классе 6 игроков. И я должна у тебя спросить, что ты выбираешь, баллы или игра? Я выбираю игру. Игру. Ну, конечно, у тебя еще две подсказки, и ты очень хорошо идешь. Конечно же, нет смысла сейчас покидать игру. Итак, мы продолжаем игру «Один против всех». И переходим к шестому вопросу стоимостью в 4 балла. И выглядит он так. Как наши предки называли месяц, в котором ныне начинается новый учебный год? Вариант А – вересень. Вариант Б – листопад. Вариант В – серфель. Класс, у вас есть ровно 10 секунд, чтобы сделать свой выбор. Время пошло. Дима, сложный вопрос. Здесь есть, как мне кажется, один логичный вариант – это листопад, потому что в сентябре, во время нового учебного года, листья начинают опадать. Но мне кажется, что лучше сейчас не рисковать и пропустить вопрос. Вот тогда и у меня соперников не станет меньше. Ты уверен, что ты берешь эту подсказку? Рискор! 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 Ты понимаешь, да, что то, что сейчас кричит класс, они болеют против тебя. И, возможно, знают правильный ответ, и, наоборот, тебе говорят рисковать. Поэтому ты не слушай никого, ты полагайся на свои силы и знания, и приниманиями решений. Если ты хочешь брать подсказку, бери. Если же нет, это твой выбор. Давайте в какой-то выбор пополз. Итак, Дима пропускает вопрос. Это его право. Он может воспользоваться этой подсказкой. Мы вопрос заменяем. Но вначале мы показываем правильный ответ. И правильный ответ – верите. Ну, это, если бы я рискнул, конечно, было бы очень обидно. Ещё было бы обидно, потому что сейчас мы узнаем, сколько бы ты баллов мог заработать, если бы ты правильно ответил на этот вопрос. Четыре игрока не справились с этим вопросом. Ты мог бы заработать 16 баллов, и у тебя бы осталось всего два игрока из класса. Но классу можно порадоваться. Те, кто ответил неправильно, остаются в игре. Ну, что ж, мы двигаемся дальше и переходим к седьмому вопросу. Его стоимость – 5 баллов. Какой пролив отделяет Европу от Африки? Вариант А – Пасфор. Вариант Б – Гипростарский. Вариант В – Дарданеллы. Класс, у вас есть ровно 10 секунд, чтобы сделать свой выбор. Да, вопрос сложный. Время пошло. Время вышло, ответы приняты. Дима, как у тебя с географией? С географией хорошо, но это... Хорошо, это четвёрка? Пятёрка. Пятёрка, тогда отлично. Но... Но это я, правда, не знаю. Но если так подумать, то Гибралтарский, то он, ну... Он, по-моему, Европу от Африки не разделяет. Так. Вот мне почему-то кажется, что на спор. Но я точно не знаю. Вообще, здрав... Ну, мне страшно сейчас подсказку брать, но давайте её возьмём. Ты хочешь использовать подсказку. Твою последнюю. Да, я просто думаю, если мои соперники ответили неверно, то тогда я тоже проиграю. Да, здесь есть такой опасный момент, что ты ничего не сможешь изменить. Ты присоединяешься к мнению большинства и уже не сможешь поменять свой вариант ответа. Так, ну, давайте здесь соединимся. Итак, ты выбираешь подсказку мнения большинства участников. Покажите нам самый популярный ответ. Вариант Б. Гибралтарский. Самый популярный ответ. Дима, и ты автоматически присоединяешься к этому варианту ответа. Ну, а сейчас мы узнаем правильный ответ на этот вопрос. Гибралтарский, конечно же. Спасибо всем. Как хорошо, что ты взял подсказку. Спасибо всем большое. Дима, я тебя поздравляю. Правильный ответ. Спасибо. Ну, а я хочу узнать, кто ответил неправильно на этот вопрос. Два игрока ответили неверно. Номер 25. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Анфиса. Анфиса. Какой вариант выбрали вы? Я выбрала вариант Босфор. Босфор. Почему? У нас в школе не так углубленно изучают географию, и учительница в этом году поменялась, поэтому я ответила неверно. То есть виновата учительница. Это хорошая отговорка. Вы очень хитрые, Анфиса. Номер 7. Что вам помешало правильно ответить на этот вопрос? Доверивающее своей интуиции и, как видно, подвела. К сожалению, для вас игра закончена, но вы остаетесь на своих местах. Но, к счастью для Димы, вы заработали для него еще 10 баллов. Это хорошо. Вариант В. Вариант В. Союз. Игроки, у вас есть ровно 10 секунд, чтобы определиться с правильным ответом. Время пошло. Время вышло, ответы приняты. Дима. Очень рада, что на этот вопрос я знаю ответ. Дело в том, что междометия мы хотя бы, хотя еще и не проходили, но в начальной школе нам, слава богу, рассказывали про них немного. И я знаю, что Ах и Ох, это междометия. Вопросов нет. Но ты уверен в этом ответе? Уже нажал. Да. Уже нажал, изменить ничего нельзя. Дима выбрал вариант А, междометия. И мы сейчас смотрим правильный ответ на этот вопрос. Конечно же, это правильный ответ. Дима, у тебя была в школе хорошая учительница в начальных классах. Хотя вы еще не проходили. Ты в каком классе? В шестом. В шестом вы еще не проходили междометия? Нет. Удивительно. Хорошо. Кто еще не проходил междометия в классе, но знает правильный ответ, как и Дима? Все знают этот ответ. Молодцы. Дима все осталось без изменений. Такое же количество баллов. Четыре игрока в классе. Дима, продолжаешь игру? Да. Да. Дима продолжает игру. И мы переходим к девятому вопросу стоимостью в семь баллов. Сколько сыновей было у героя Романа Жюль Верна Капитана Гранта? Вариант А – один. Вариант В – два. Вариант В – три. Игроки, делайте свой выбор. Время пошло. Дима, читал ли ты эту книгу? Дима, я два года назад начала читать книгу, но, к сожалению, не закончил. Да, так сложилось, что я ее не успела закончить. Я точно не помню, но, по-моему… А как книга называется? Это, помнишь? Дети Капитана Гранта. Молодец. И мы смотрим правильный ответ на этот вопрос. Дима, волнуюсь, что ли? Очень. Тем более, ты книгу не дочитал до конца. Да. Очень опасная. Класс, а вы как себя чувствуете? Волнуетесь? Хорошо? Как думаете, правильно вы ответили? Да. Да? А как думаете, Дима правильно сделал свой выбор? Да. Ну, сейчас мы это узнаем. Если поэкзамен, то не в одиночестве. Один. Это правильный ответ. Судя по нашему разговору с классом, все ответили правильно, но все-таки сейчас мы проверим. Три игрока ответили неверно. И принесли Диме 21 балл. И сейчас игра превращается один против одного поединок. Настоящий поэкзамен. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Номер 5. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Даша. Я хочу поговорить с вами, потому что вы единственное ответили верно на этот вопрос и остались одна в классе. Жюль Верн один из моих самых любимых писателей. То есть книгу дочитали до конца, в отличие от Димы. Не одну. И не одну даже. Это и видно по вашему правильному ответу. Как вам предстоящий поединок с Димой? Не знаю. Но вы настроены на победу? Да. Да, думаете выиграть у него? Да. Дима, а вот как-то, если ты выиграешь, как-то неудобно будет перед девочкой. Все-таки она девочка, надо девочкам уступать. Или в тебе нет такого? Нет. Пусть победит сильнейший, да? Ну, и это тоже верно, но Коста, когда остается один на один, то есть такую возможность уже нельзя упускать, надо попробовать. Несмотря на то, что девочка. То есть, если я у тебя спрошу баллы или игра, ты ответишь? Я скажу игра, но прежде чем я буду играть, я хочу... Если я вдруг выиграю, то заранее хочу попросить прощения. А если ты проиграешь, просить прощения не будешь? Все равно попрощу прощения, а то мало ли что. Итак, мы продолжаем игру. Один против одного. Десятый вопрос стоимостью 8 баллов. Кто автор сказки «38 попугаев»? Вариант А – Григорий Остер. Вариант Б – Корней Чуковский. Вариант В – Николай Носов. Класс. В данном случае это один игрок. Делайте свой выбор. Время пошло. Дима, знакома ли тебе эта сказка? Скорее, мультфильм больше знаком. Ну, мне кажется, что это точно не Корней Чуковский, а Николай Носов. Он известен многими другими произведениями. Я думаю, что если бы он написал «38 попугаев», то, наверное, я бы все-таки знала ответ на этот вопрос. Потому что он очень знаменитописатель, и мне его рассказы очень нравятся. Ну, здесь приходится выбирать между Григорием Остером и Корней Чуковским. Но я все-таки выберу Григория Остером А. Ты уверен? Я не уверен. Я не уверен. Но, тем не менее, ты так решил. Можешь нажимать на кнопку. Больше нет никакого выбора. Итак, Дима выбрал вариант Григория Остер. И это правильный ответ. Действительно, «38 попугаев» написал Григорий Остер. Так, как номер пять ответил на этот вопрос. Правильно. И наш поединок продолжается. Уже так переходит в дуэль, я могу сказать. АПЛОДИСМЕНТЫ И мы продолжаем? Да. Дима? Или баллы? Что ты выбираешь? Ну, баллы — это не главное то, что у меня есть. Я буду играть. АПЛОДИСМЕНТЫ Я очень люблю и халат, и вообще всё, что связано с творчеством. Я хочу стать сценографом, оформлять сцену в театре. Мне это очень интересно. Может быть, вам как-то с Димой вместе сотрудничать? Дима будет снимать фильмы, а может быть, и ставить спектакли в театрах, а вы будете заниматься декорациями. Ну, до этого ещё далеко. Ну, почему далеко? Дима вот сейчас уже начинает. И уже как два года занимается этим. Ну, а сейчас мы возвращаемся к игре. И я вам читаю следующий вопрос. Вопрос номер одиннадцать. Стоит девять баллов. Кто из перечисленных политических деятелей подавил восстание Спартака? Вариант А. Марк Аврелий. Вариант В. Марк Антоний. Вариант В. Марк Крас. Даша, у тебя есть ровно десять секунд, чтобы сделать свой выбор. Готова? Прямо пошло. Время вышло, ответ принят. Дима, сложный вопрос? Очень сложно, как мне кажется. Ну, почему-то в интуиция подсказывает то, что это точно не Марк Крас. Ну, вообще я про такого не очень слышал. Но вот Марка Аврелия и Марка Антония я слышал про них. Ну, когда я увидела вопрос, мне почему-то показалось, что это Марк Антоний. Ну, сейчас кажется, что Марк Аврелий, но я... Ну, в отличие от Даши, у которой было десять секунд, у тебя есть побольше времени. Ты можешь поассуждать, что-то вспомнить, может быть, что-то тебе знакомо. Сейчас бы очень пригодилась подсказка, но какая-либо у тебя их нет. Давайте рискнем и ответим Марк Аврелий. Вариант А. Марк Аврелий. Ну, а сейчас мы посмотрим правильный ответ на этот вопрос. К сожалению. К сожалению, это Марк Крас. И сейчас мы посмотрим, как ответила на этот вопрос Даша. Даша тоже ответила неверно. А это означает только одно, что вы продолжаете игру. Это подарок судьбы. Это действительно подарок судьбы. Дима, следующий вопрос мой такой. У тебя 54 балла. Ты можешь забрать эти баллы, обменять их на ценные призы и уйти с нашей программы непобежденным. Все-таки сейчас вопросы будут как-то заметен. Все усложняться и усложняться. Предыдущий вопрос на него ты ответил неправильно. Просто повезло, что и Даша ответила также неправильно. Возможно, в следующий раз такого уже не будет. И Даша ответит правильно. И ты проиграешь в нашей программе. Если я ответила неправильно и мой соперник ответил неправильно, значит, скорее всего, у нас приблизительно один уровень. И я думаю, что у нас у обоих есть шанс. Даша, а как ты думаешь, вы действительно на одной волне? Не знаю. То есть ты думаешь, что на следующем вопросе может и все решиться? Очень просто, да. Видишь, Даша так не думает, что вы на одной волне. Какое твое решение? Я, наверное, согласен с ней, потому что она, наверное, на волне, которая выше меня. Поэтому я попробую свои силы, и я буду играть. Дима выбирает игру. Итак, я сейчас поясню для телезрителей. Ситуация у нас состоит в том, либо Дима выигрывает суперприз, либо Даша выигрывает и забирает заработанные Динины баллы. Пусть победит сильнейший. Пусть победит сильнейший. И правда. И мы переходим к следующему вопросу. Его стоимость 9 баллов. Сколько раз цифра 9 встречается в списке чисел от 1 до 100? Вариант А. 10. Вариант В. 19. Вариант В. 20. Дальше. 10 секунд у тебя есть. Время пошло. Время вышло. Ответ принес. Дима. Дело в том, что я раньше увлекался отличными телепередачами. Где-то я про это слышал. Я чувствую, что это 19, но надо сосчитать. Значит, 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 и 2 раза 99. Значит, 20. Значит, 20. 20. Логически Дима. Суди. Дима выбрал вариант В. 20. Ну, а сейчас мы узнаем правильный ответ на этот вопрос. 20. Абсолютно правильный ответ. И ты действительно правильно все логически посчитал. Действительно, тебе было гораздо проще, чем Даши. Я тебя поздравляю. Ну, а теперь мы узнаем, как Даша справилась с этим заданием. 20. И Дима Тимофеев становится обладателем супер-приза от нашей программы. Он сегодня победил целый класс. Дима, я тебя поздравляю. Ты входишь в историю нашей программы. Поздравляю. Спасибо всем большое. Спасибо большое, Даша. И это была замечательная игра. Такой накал страстей. А ваши дуэли, ваш финал, это был просто фантастический. Даша, не расстраивайся. У тебя действительно было мало времени, чтобы посчитать, в отличие от Димы. Только поэтому ты проиграла. Но ты сыграла прекрасно. Ты одна отошла до финала из всего класса. И продержалась там долго. Я тебя поздравляю, аплодисменты наши. Я хочу сказать спасибо всем, кто болел за меня. Все, кто поддерживал меня, потому что это на самом деле было очень волнительно. И я знала, что я сюда попаду, я сюда выйду, потому что я выиграю. Я, наверное, не ожидала. Молодец, 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 молодец. Спасибо всем большое. Спасибо большое, Даша. Ты получаешь от нашей программы суперприз. Поздравляю с тебя. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо за игру. Мы провожаем Диму в бурные. Спасибо всем большое. Спасибо за все. Это было новое интеллектуальное шоу для школьников «Один против всех». До встречи в следующей программе. А подарки для нас подготовил детский клуб издательского дома «Ридерс Даджи». Подарки предоставил наш друг торговая марка «Фандибон». «Фандибон» — это различные логические и познавательные игры, которые помогают ребенку развить свое логическое и пространственное мышление. Тренирует память и концентрацию внимания. И просто способствует веселому и занимательному времяпрепровождению. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова